Какая именно работа выполняется в состоянии втором, которое нету в первом состоянии? Второе состояние — это уже середина работы, когда раскрывается разбиение, отдаление. И он уже знает, уже может различать, раскрывать то, что он должен делать. И это то, что есть во втором состоянии. И благодаря этому он старается прийти в третье состояние. Только второе состояние — это реализация практических сценарий первого состояния. То есть нет второго? Это реализация того, что написано в первом состоянии? Нет. Основная работа именно во втором состоянии. Потому что он раскрывает, насколько он неисправлен, насколько есть ещё и в точности, что именно нужно исправить. И он приводит в порядок свои силы и свои требования, чтобы приблизиться к Творцу. И этим он реализует второе состояние. Второе состояние — это главное в исправлении. Это основное в исправлении. Требования к Творцу — это единственное требование во втором состоянии, которое слышат. Не пребывает в первом состоянии? Оно не выяснено там, не раскрыто. И что это за раскрытие во втором состоянии? Раскрытие во втором состоянии в том, что человек хочет исправить своё желание, которое в нём, чтобы оно было ради отдачи. И он требует силы у Творца для этого. Требования сил также находятся в первом состоянии, потому что там есть всё. Но вопрос, насколько он использует это? Он реализует то, что уже существует. Ну, понятно, об этом ничего говорить. Так что же выбор его? Какая работа у него есть во втором состоянии? Что он раскрывает, из чего он состоит, что он состоит из желания получать разбитого и так далее, и так далее. И к чему он должен прийти? К ради отдачи, к намерению ради отдачи. И что этим он приходит к отождествлению и слиянию с Творцом. И что он хочет этим только выполнить? То есть хиссарон. Тем не менее, этот хиссарон, он тоже исходит из состояния первого. А что же тут делает человек? Всё есть в первом состоянии, кроме исправления. Чего там не хватает в первом состоянии? Чему он совершенный? Он так пишет? Может быть, по отношению к этому творению, а не по отношению к третьему состоянию? Ведь это же первое только состояние. Рафа, до того, как человек приходит к науке Каббала. Человек, который живет в этом мире, он находится в первом состоянии? Это называется первое состояние? Тоже нет. Почему-то он же не раскрывает, что он разбитый, что ему нужны исправления. Но это второе состояние, а не первое. Ну как, он приходит всё равно. Он же должен прийти ко второму состоянию. Так что это за состояние, первое состояние? Когда мы в нём? Состояние, о котором ты говоришь, вообще никого отношения не имеет ни к первому, ни к второму, ни к третьему состоянию. Что это за первое, второе, третье состояние? Некая история, тебе говорят, вот путь, который ты должен пройти. Говорится о том, кто идёт работать? Да. Ну верно. Ну если я вне игры, то я вне игры. Это понятно. Ну да. Человек, в нём пробуждается точка в сердце. Он приходит, начинает учиться. Да. Начинает в нём развиваться душа. Начинает с первого состояния. Я понял. То есть первый шаг, когда сейчас приходит к науке Каббала, он находится в первом состоянии. Не во втором. Второе состояние – это более продвинутое состояние в работе. Да. А что описывает этот переход ученика в науке Каббала, переход из состояния первого во второе? Что? Что переводит меня во второе? Второе состояние – это когда человек видит, в чём он неисправлен. Он видит, с помощью чего он может себя исправить, с помощью света, возвращающего к источнику. Он требует его, привлекает его, насколько возможно. И таким образом приходит постепенно к третьему состоянию. Когда он собирает цвета и келим, и они включаются друг в друга, и таким образом он приходит к исправлению. путь через первое, второе, третье состояние. Для конкретного человека, часть меня во всей этой истории – это единое направление. Первое, второе, третье, или я возвращаюсь в первое, перехожу в третье? Первое, второе, третье. Первое, второе, третье. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok